Глядя на недострой, сложно поверить, что это дом для одной семьи. Однако по документам всё именно так. Видимо, семья большая. Строители успели возвести четыре этажа, а комнаты семейного гнезда продали своим же «родственникам» в кавычках. Но дом, расположенный на территории садового товарищества, жильцы уже не заселят, самовольное строение сносят. Процедура сноса этого дома по затратам близка к стоимости его строительства. Сумма немаленькая – 6,5 миллионов рублей. И поскольку постановление суда застройщик проигнорировал, бульдозеры сравнивали строение с землёй за счёт администрации. Данное исполнительное производство было возбуждено в службе судебных приставов ещё осенью 2012 года. В течение этого времени служба судебных приставов понуждала должника к осуществлению сноса данного строения. В настоящее время проведён аукцион. Есть строительная организация подрядная, которая осуществляет снос. Но вернуть потраченное владельцу дома за его снос всё же придётся. Обяжут через суд. Чёрный список таких вот самовольных строений на курорте опубликован на сайте администрации города. Тем, кто только собирается купить квартиру, стоит на него взглянуть, чтобы самим не попасть в другой список – обманутых дольщиков. Две сотни объектов идут под снос. По ним уже есть заключение суда. Помимо фиктивных многоквартирных домов, в перечень незаконных построек вошли эллинги для лодок, всевозможные пристройки, гаражи и торговые павильоны. На контроле у службы судебных приставов в Сочи находится решение о сносе порядка 700 незаконных зданий. Причём каждый десятый в списке – многоквартирный дом. На последнем заседании Координационного совета города было отмечено – все объекты, которые подлежат сносу, исчезнут с лица земли до 1 октября этого года. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.